итак друзья давайте приступим ко второй части нашего вечера безумной науки в рамках собственно продолжение курилки гутенберга хочу вам представить доклад с таким очень амбициозным названием космический флот 2016 что это значит значит что сегодня мы с вами поговорим о космических кораблях которые у нас данный момент бороздят просторы сколько их какие они зачем они вкратце рассмотрим и так что мы узнаем сегодня в основном где сколько каких спутников сейчас у нас в распоряжении человечества что это значит речь пойдет о тех аппаратов которые во первых сейчас уже находится на своих каких-то уже в полете во вторых они рабочие то есть мы сегодня не будем обсуждать те миссии которые завершены которые были раньше какие бы они велики не были это стоит одного отдельного доклада то есть поговорим именно о том что прям вот в данную секунду в полете и так сложилось что мы обойдем сегодня внимание пилотируемую космонавтику поскольку ну у нас сейчас один колотим корабль международная космическая станция других нету пока поэтому поговорим о бездушных роботов простых самых спутниках вот доклад будет разделен на три части первая собственно где мы летаем и при помощи чего мы летаем ну под мы я подразумеваю виду человечество и его роботов во вторая часть будет по прикладной космонавтики то есть той которая приносит ощутимую заметную пользу и третья часть по наушный самый такой интересный так собственно я думаю приступим начнем с общего обзора где и сколько у нас летает сейчас наших спутников вот как можно видеть из этого слайда сейчас общее количество рабочих космических аппаратов у нас чуть менее полутора тысяч то есть ну 1300 с чем-то сейчас сожалению вот очень такой тонкий вопрос сколько точно с точки что до аппарата посчитать можно но есть проблемы например да то есть вот корейский спутник недавно в северной кореи запустила спутник вроде он рабочий или не рабочий вот они говорят что он работает не все в это верят и в том числе некоторые студенческие спутники они запустили он передал какие-то сигналы а потом что-то ни слуха ни духа от него нет и за что вы считать за мусор или за полноценный аппарат непонятно поэтому вот примерно 1300 с небольшим вот это в районе земли и всего 25 космических аппаратов вне земли то есть которые улетели далеко собственно небольшая водная часть по орбитам чтобы понимать некоторые дальнейшие термины которые будут представлены какие вообще у нас бывают орбиты если мы ну самый виден что 1300 вокруг земли в основном мы поговорим про те которые вокруг земли летают соответственно надо понимать где орбиты можно в общем-то разделить на две части ну то есть на самом ли у земли они конкретно прям даже делятся то есть низкая околоземная орбита это то что вот совсем близко космос напомню он начинается в 100 километрах до космоса ближе чем до твери даже то есть всего 100 километров это уже считается орбиты но другое дело что аппарат орбиты максимально 100 километров не прилетит долго поскольку там все еще есть немного атмосферы он будет быстро тормозится и упадет вот низкая орбита она кончается на 2000 километров и отдельно стоит отметить так называемую солнечно-синхронную орбиту что это такое это такая низкая орбита перемещаясь по которой спутник пролетает над землей все время в одно и то же местное время то есть грубо говоря это орбита перпендикулярно экватору он летит с северной или с юга на север это не важно и за время когда он делает оборот земля тоже немного поворачивается то есть он пролетел от москвы в 10 утра потом на петербургом петербурге тоже уже 10 утра пока он летел грубо говоря ансамбле цифры не пишет не такие вот там над варшавой и так далее так далее почему это важно и эта орбита очень популярная она полезная вот следующая полезная орбита это геостационарная которая находится на высоте 35 786 километров почему такая точность большая в километрах поскольку именно вот на такой орбите такой высоты спутник который находится он совершает один оборот вокруг орбиты с такой же скоростью с которой планета под ним ну то есть земля в данном случае таким образом земли этот спутник всегда будет выглядеть висящим в одном месте то есть вот он прям завис над индии и сколько когда мы не смотрели всегда висит над индии это удобно все вот ну коммуникационные спутники например они так выводятся и там висят всегда смотрят в одну и ту же точку и вот важный момент геопереходный это собственно когда мы хотим улететь с низкой орбиты на геостационарную вот еще я даже не сказал что орбиты в целом вообще разделяются на грубо говоря круговые которые летают по кругу и эллиптические которые вытянутые на самом деле они все эллиптические пускай идеальных кругов не бывает но это сейчас не будет значения соответственно все что ниже геостационара но выше низкая ну грубо говоря средняя орбита там они менее населенные скажем так о них мы тоже поговорим и собственно по правой части слайда по аппаратам ну здесь видно что на низкой орбите 700 на геостационарной грубо говоря 500 аппаратов то есть в принципе не так уж и мало вот и в сумме здесь в таблице представленные аппараты вне земли с плюсиками помечены это посадочные аппараты те которые работают на земле мы о них тоже сегодня вплотную говорить не будем поскольку мы говорим о флоте а не наземных силах так сказать вот соответственно на луне у нас китайская лунная станция и китайский луноходик они не полноценно работоспособны но все еще живы вот и на марсе два известных американских марса кода это оппортюнити и кьюристи вот здесь отдельно отмечен меркурий и юпитер 0 да но не отмечен там уран нептун плутон почему потому что меркурий потерял свои спутника буквально в апреле прошлого года зонт мессенджер разбился в поверхность планово это было запланировано так и должно было быть если он отработал свою программу и удатился об меркурий вот а юпитер буквально через несколько месяцев обзаведется тоже своим спутником для исследования которым мы потом поговорим собственно дальше где летаем мы вроде разобрались как мы летаем на чем мы конечно же летаем космос на ракетах это все знают это довольно очевидно здесь на слайде представлена небольшая табличка с самыми популярными скажем так самыми известными ракетами с их характеристикой но самая главная характеристика любой космической ракеты конечно сколько она может килограмм утащить в космос и примерно стоимостью в миллионах доллара в правом столбце вот здесь на сказать что конечно значение довольно во-первых ну примерно от отпуска к пуску они постоянно меняются вот и что важно с прошлого слайда мы помним что что у нас есть солнечно-синхронная и геопереходная орбита это разные то есть на геопереходную значительно сложнее попасть чем на солнечно-синхронную вот ну пару слов я еще конечно скажу о том как по массам там они зависят ну что здесь двух словах можно увидеть то что самые простые ракеты выводят там районе одной тонны их на самом деле гораздо больше чем один одинокий рокот на самом деле ракет носителей у человечества очень много здесь перечислены только основные вот а максимум который мы можем позволить это дельта-4 хэви американская ракета выводящая 14 тонн переходную орбиту или если она летит на низкую орбиту то 28 тонн в принципе очень много но если сравнить с табличкой которая представляет достижение прошлого это единственное отступление прошу прощения да вот в сторону уже не работающего это технологии древних так называемые да это ракета сатурн который летал на луну ракета энергия которая таскала буран и space shuttle то есть понимаете сколько они тонн на низкой орбиты таскали сейчас я говорю вот дельта 428 это наш предел вот ну и по стоимости соответственно можем увидеть сколько это предел стоит это настолько дорого то что ну вот такими штуками запускают либо секретные военные аппараты министерства обороны сша либо вот фильме марсианин припасы для марка вот не везла именно эта ракета которая взорвалась потом вот собственно на одну картинки да на картинках представлена соответственно ракета союз-2 самая такая известная популярная ходовая надежная ракета которые сейчас есть их они летают чаще всего их все знают они летают с байконура летают с плесецка летают с французской гвианой скоро дай бог будет летать с восточного вот рядом представлена конечно китайская ракета если кто китайский не понимает вот здесь написано чанг-янг что значит великий поход это на самом деле целый зоопарк различных китайских ракет но вот грубо говоря если вы хотите куда-нибудь полететь на китайцев скорее всего полетите на чанг-янг 4b небольшая простая довольно надежная вроде как ракета рядом на картинке скорее всего известно всем falcon 9 самая стильная модная молодежная ракета человечества буквально сегодня ночью очередной запуск будет 2 часа ночи кому нечего будет делать может посмотреть вот профилка 9 можно отдельно отметить то что все знают что они самые дешевые поскольку они будут многоразовыми 60 миллионов запуск и так далее это на самом деле не совсем так если обратиться к официальным данным и отчетам то запуск falcon 9 он уже конечно не 60 миллионов а ближе к 90 что-то стоит по каким-то своим отдельным причинам по грузоподъемности ракета очень хорошая вообще интересная протон тоже известные хотя и более печально известный вот это самая тяжелая отечественная из двух ракет она самая тяжелая отечественная из двухходовых союза протона на которой собственно модули мкс выводились и тяжелый спутник геосфационар и вот пухлячок ориан-5 европейская ракета который выводит на опять же на геосфационар спутники в основном ну редко когда для крутых научных миссий вот как на этой картинке он по-моему телескоп выводит ну продали 4 я уже говорил собственно это тоже можно сказать про ракеты еще отдельно может стоит упомянуть что после того как мы улетели наш спутник или аппарат или там что угодно в космосной ракете не всегда все кончается иногда есть такая штука как разгонный блок это как маленькая такая ракетка или там последний ступень ракеты-носителя которая отдельно довыводит спутник когда вот ракета она большая тяжелая она там грубо куда-то заметнула грубо говоря вот например на протонах почти всегда так то есть он примерно куда-то запихивает а дальше разгонный блок бриз он потихоньку маленьким двигателем подруливает подкручивает и довыводит вот собственно так мы попадаем в космос и теперь давайте пожалуй перейдем к второй части собственно прикладная космонавтика она известна тем что это наиболее развитая наиболее на самом высокотехнологичная и наиболее скучная часть космонавтики нет ничего скучнее спутников спутники связи то есть это не марсоход это не там космическая станция всего лишь какие-то спутники проделки полезные вещи собственно картинки представлена примерно вот из помните вот от 1300 на которое было примерное распределение она примерно так то есть больше половины спутники связи из всего что вообще человечество запустило четверть это дистанционное зондирование земли это то что наблюдает землю это метеорологические спутники оптического наблюдения там кто следит за океанами за течениями за всем чем на земле происходит вот 90 спутников навигационных ну и прочее здесь научные студенческие всякие непонятные полу рабочие то есть всякое прочее собственно вот что можно сказать о прикладной космонавтике на очень разнообразные есть большие спутники да вот на картинке например слева вверху представлен аппарат отечественной связи экспресс видно что он здоровый да снизу аппарат дистанционного зондирования земли американский для скажем так дистанционного зондирования океанов течений и прочих погодных штук вот здесь он представлен в виде демонстрирующим что он тяжелый да он упал был такой случай в мировой космонавтике когда по маленькой технической ошибки случайно упал спутник вот это довольно известный случай вроде как в открытой информации он единственный но вот он большой тяжелый вот есть аппараты поменьше например аист 2 сделанный в самаре отечественный аппарат который вот собственно входит в первую пусковую компанию с космодромом восточный сейчас лежит в глухой тайге ждет не дождется пока его запустят он на самом деле довольно неплох по своим характеристикам с точки зрения дистанционного зонирования земли он снимает землю должен снимать хорошо но при том что он довольно небольшой да ну сравните вот это здоровый и вот этот ну есть например вообще маленький вот здесь вот мужчина в усах держит тоже как ни странно спутник в руках совсем малюсенький буквально несколько килограмм весящий о которых мы отдельно поговорим это маленькие спутники это отдельно интересная штука собственно в двух словах а еще про навигацию хотелось сказать 90 навигационных спутников из них 30 это спутники gps ну все знают что такое gps я думаю не надо пояснять 27 спутников глонасс если мне память не изменяет 18 спутников навигационной системы бэйдоу китайские у китайцев тоже своя навигационная система но не в полную силу рабочая и европейцы строят свою и навигационную систему на спутниках галилео их 8 штук сейчас ну есть еще несколько индийских один какой-то там японский но это все уже как бы не но 4 основных систем это 4 gps глонасс бэйдоу галилео вот ну теперь перейдем собственно к самым большим и толстым и знаменитым спутником космической связи ну что можно сказать про космическую связь если прикладная космонавтика является самый как бы жирным и самым скучным куском нашего космического флота то космическая связь является самым жирным и самым скучным куском прикладной вот то есть видно что аппараты ну представлены здесь это те которые висят на геосационаре о котором мы говорили которые для нас находятся в одной точке они реально огромные весят по 6 тонн ну от 3 до 6 вот тут видно маленьких человечков снизу видно размах антенн особенно спутники они висят и обеспечивают связью землю то есть в основном даже я даже скажу телевидение как ни странно но огромные эти антенны в основном служат для телевидения для связи в том числе там по радио для каких-то промышленных задач вот ну то есть грубо говоря gps почти у каждого сейчас в кармане есть приемник да то со связью такой штуки нет связь она все-таки немного в кармане у каждого нет но у дома у интернета опять же в некоторых местах тоже только благодаря космической связи то есть он в телефон напрямую пока не умеет конечно со спутника запузыривать интернет но через какие-то станции умеет вот что здесь еще можно сказать вот оно собственно да слева спутник инмарсат запущенный на протоне недавно это по-моему какой-то ничего не говорящий название тел стар 14 ну по тел стар понятно что он телевидение какое-то имеет отношение видит справа просто пример картинки спутника экспресс а м44 один из лучей связи то есть вот он ли висит где-то вот судя по всему он висит над африкой да и лупит своим лучом связи в центр европы и как то так одной антенной грубо говоря одним лучом закрывает этих лучей могут быть много может быть несколько может там и в африку и в европу там вещать может вещать по всей площади но немножко вот отдельно стоит заметить что кроме геостационарных есть еще низкоорбитальные спутники связи например iridium замечательная система спутниковых телефонах вот когда видели фильмах наверное вот особенно в 90-х люди бегают и спецагенты берут кирпичи огромные начинают по ним разговаривать это скорее всего имелось ввиду именно спутники iridium ну известно не тем что во первых выходили как коммерческие чтобы у всех был спутниковый телефон но как-то не сложилось подоспела сотовая связь и она оказалась гораздо удобнее и дешевле спутниковый вот а также тем что спутники в связи своих конструкционных особенностей иногда сияют на небе то есть прям в какие-то моменты времени можно увидеть в небе яркую вспышку несколько секунд это не нло скорее всего это спутник как раз iridium он крутанулся солнечными батареями и пустил блик на землю вот это вот все что можно сказать про космическую связь сегодня но дальше рассмотрим другую штуку метеорология что нам очень полезно наблюдение из космоса позволяет нам вызвать погоду вот здесь представлена отличная картинка снята с отечественного спутника электроэлл с геосационарной орбиты про то как вот мы видим прекрасно как наши тучи перемещаются и днем и ночью ночью в инфракрасном спектре днем видимом вот соответственно на слайде представлен параметры спутника электроэлл вот он такой слева двумя глазками это как раз камеры которые снимают такие красивые форматы земли и ну так для справки их много на геосационаре там в районе десятка по моему они представлены тоже на слайде что можно сказать про электроэл отдельно стоит упомянуть потому что у него есть специальный сайт во-первых он отечественный он сделан в химках и у него есть собственный сайт где можно зайти и скачать вот такое изображение земли прямо вот ближайшие полчаса если вдруг хотите увидеть как вы можете помахать рукой в небо и через полчаса узнать что получилось но разрешение к сожалению только в районе километра ну еще он висит над индией и на геосационаре то есть вот москва ой прошу прощения москва она где-то вот здесь вот где-то там здесь вот про некоторая проблема в географическом расположении нашей страны то что геосационар ее плохо видно индусов очень хорошо видно и больше в этом смысле повезло вот также этих аппаратов в сумме я прошу прощения ну много я к сожалению точно боюсь не записал точное название тоже наверно сейчас говорить не буду ну я там все понимают что в метеорологии это важно то есть то что мы сможем яндекс залезть и посмотреть на три дня погоду это во многом только благодаря спутникам никакие медиа станции никогда не дадут нам такой картинки плюс можно верить не только картинки с облаками можно мерить течение направление течения температуры течений влажность почвы измерять из космоса отдельный спутник специальный есть который мерит влажность почвы очень важный очень много денег стоил вот но перейдем к следующему разделу это прикладной космонавтики дистанционное зондирование земли в данном виде оптика высокого разрешения вот это тоже позволяет делать картинки из космоса это то что все наверняка знают да google maps там яндекс карты и так далее они все сняты при помощи спутников основном высокого разрешения высокой это что высокой это считается обычно то что лучше метр снимает разрешение 1 метр 1 метр на пиксель поскольку надо понимать что это значит и вот здесь слева представлен самый крутой спутник прошу прощения мы говорим о гражданских спутниках военные спутники мы не рассматриваем потому что они секретные о них собственно мало что можно сказать кроме слухов и легенд вот ну известно только то что военная наблюдательная оптика всегда гораздо лучше чем гражданская вот то есть например мистические американские аппараты холл 11 запущенной 1 по моему в 90 что ли году по легенде опять же по легенде никто в живую не видел вроде когда представляет себя космический телескоп хаббл перевернута к верх ногами который смотрит на землю то есть представляете огромную цистерну с двух с половиной метровый зеркалом вот которые теоретически может показать до 15 сантиметров разрешения опять же практически к сожалению делать не обладает информации а вот из тех что мы знаем это вот например world view 3d самый свежий самый крутой спутник 31 сантиметр разрешения это очень круто справа картинка которая должна вроде как это демонстрировать здесь в районе 40 может сантиметров на пиксель вот здесь можно различить машины их марки даже примерно открыто закрыты двери можно видеть людей правда такой интересный факт что самих людей видно плохо при таком разрешении но неплохо видно их тени и на некоторых фотографиях очень такая жутковатая картина населенный город куча машин нет людей много теней ходит по городу тени соответственно но и в качестве примера еще один аппарат отечественные ресурс п он немного хуже по разрешению ну то есть как раз в два зато он гораздо шире может картинку снимать у нас страна как бы пошире там интересного поменьше поэтому можно снимать побольше и не так детально вот собственно снизу картинка с ресурса p второго номера который год назад где-то улетел сверху это world view 3 но здесь надо заметить что это снято с очень большим углом наклона то есть представляете земля круглая аппарат смотрит не под себя то есть в надир вот разрешение но для надира то есть если аппарат смотрит прям вниз если пара смотрит сбоку как вот здесь вот уже не уже другое не будем раз подробности вот что есть еще можно сказать ну опять же таких аппаратов что многое у китайцев есть целая группировка гаофей которая она вроде как гражданская но военная ну китайцев у них свои вообще заморочки на эту тему у них тоже что-то вроде как лучше метра их несколько штук это пока все что мы не знаем вот здесь собственно можно заметить то что ну аппараты красивые большие здоровые тяжелые стоит безумных совершенно денег вот но посмотрим на эту картинку что мы здесь видим мы видим похоже во-первых картинку с домиками а во-вторых даже представленную виде гифки небольшое видео и делал это наделавший много шуму аппарат sky sat 1 вот есть на картинке размером с вот представляете да вот предыдущие были размером железнодорожный вагон эта штука она размером с посудомойку весит килограмм 100 разрешение у нее тоже до 1 до 1 метра это это довольно круто прям скажу то есть никто в таких габаритах в так вот такого качества особо до них не получал и снизу представлен собственно вот этот спутник усатого мужчин это спутники дав фирмы planet labs это совсем маленький спутник для съемки он вот ну вы видели какого размера весит он всего 5 килограмм фактически это зеркалка с небольшим объективом вот но в чем штука по уверению опять же разработчиков до спутника во первых их много их сейчас там около сотни по моему планируется их несколько сотен они летают просто целым роем над землей и могут в любой момент сфоткать любое место земли то есть зачем это нужно говорят нам ну опять же для того чтобы у нас в каждом в кармане был свой как бы спутник мы выходим на майские праздники думаем так давайте посмотрим за 16 района там поляна занята или нет там дым костров виды нет нажимаем кнопку спутник прилетает над зеленоградом фоткается говорит вот столько-то костров горит там поляна занята иди другой лес вот как бы это новая технология это круто вот говорят нам опять же planet labs но на данный момент заявленное разрешение до трех метров честно признаюсь я искал но может быть недостаточно хорошо но то я вот трехметровых картинок одних не нашел вот нашел подобные но здесь не 3 метра здесь все 30 то есть что-то такое на аэрофотосъемку даже немного похоже на какие-то городаки к дороге можно различить но костры от шашлыков так конечно не видишь вот но в тем не менее вот это то что называется в америке new space да то что у нас называют частной космонавтикой это какие-то новые фирмы которые делают новые технологии пытаясь что-то запустить интересненькое вот в дзз это два наиболее ярких представителя skybox эти уже опять же купил google не успели они появится их уже сразу купили что тоже вроде как должно о чем-то говорить вот собственно дальше у нас по плану что дальше у нас по плану по моему за уже переходим к третьей части и так поговорили о скучном поговорим о более интересном межпланетных аппаратах тех самых 25 смелых ребят которые у нас летают за землей наконец вот здесь представлено только 10 из них на 6 различных телах солнечной системы это ну и у нас сейчас всего три аппарата здесь представлена эмблемками в основном это ларо это большой насовский спутник с большой камерой которые снимают луну вот это основная его задача снимать высоком разрешении составлять точную карту вообще на последние 10 лет но не побывало много аппаратов вместе с ларопа они прилетали разбивались об луну там китайцы улетали назад китайцы садились а ларо все время болтался там и до сих пор болтается вот венера здесь представлена как не трудно гадаться японским космическим аппаратом вот у него есть конечно какая-то своя эмблемка но даже сами японцы используют в основном вот такую вот то есть буквально недавно долетел до венеры аппарат для исследования собственно этой самой венеры то есть выглядит она довольно скучно там основном облака это все знают но тем не менее облака интересные стоит отдельно отметить что аппарат со второй попытки только смог попасть на орбиту венеры то есть какое-то время назад там год сколько я не помню к сожалению забыл может кто-то помнит он пролетел мимо венеры включил тормозные двигатели они взорвались неполадка что-то там пошло не так он отлетел от венеры улетел в открытый космос и вот через несколько лет он вернулся опять к венере и на своих маленьких маневровых движках со всех сил старался старался и вышел таки на орбиту правда не совсем на ту какую хотели на какой получилось тем не менее надо заметить что японцев это становится традицией то есть первых межпланетный аппарат хаябуса 1 который летал комете дело примерно то же самое опять же с первого раза не смог пошли потребовался второй заход спустя много времени вот по астероидам теперь например у нас в поясе астероидов есть самый большой наш астероид церера вот с двумя страшными белыми пятнами глазами то она смотрит около него собственно насовский аппарат даун тоже наверное многие слыхали и видели простите таинственные белые пятна которые он нашел и так далее вот вообще полетает вокруг церера полетит потом к вместе второму по размеру астероиду вот знаменательная аппарат тем что у него стоит огромный ионный двигатель ионный двигатель это ну как звездных войн например электрореактивная такая штука синим светом светит и очень классно разгоняет технологическая штучка ну здесь конечно ой 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 куда мы полетели про розетту и филы тоже в двух словах надо упомянуть где это наверно уж точно все видели это никто не обошел вниманием приключения этого бедного посадочного аппарата и большого спутника розетта вокруг кометы чуров герасименко кассини на орбите сатурна довольно давно болтающаяся станция она должна была проработать несколько лет там все работает и работает и работает и в конце уже даже нас и не знаю что с ней делать поэтому последняя стадия который раз в 16 году начинается она состоит из того что они будут пролетать над спутниками сатурна на минимальном расстоянии вообще рискуя всем чем можно то есть от как отвязные гонщики там грубо говоря древчить вокруг этих спутников ничего не боясь в конце врежутся в сатурн ну потому что станцию уже надо как бы выключать у нее но нам все работает некоторые приборы уже отказывают у нее запас топлива кончается в конце концов оставлять его как мусор как не хочется ну и конечно самый популярный это марс на марсе аж 5 аппаратов на орбите и 2 там внизу катаются есть представлен опять же один из самых древних и крутых марс мро и лро до лунный разведчик грубо говоря и марсианский разведчик тоже представляющийся космический аппарат с огромной камерой постоянная нагрузка который снимает марс в очень высоком разрешении вот здесь представлена картинка посадки марсохода к юристе с орбиты который снял вот этот самый мро вот аппаратов долго было время 3 в этом году к ним присоединился во-первых очередной американский спутник мэйвин который должен то есть ну марс экспресс европейский марс odyssey опять же мро они были более общего назначения спутниками посмотреть что как вообще на марсе грубо говоря мэйвин он очень уже посмотрели все что можно на марсе начали глубже копать например понять что стало с атмосферой вот конкретно на задачи куда делась марсианская атмосфера почему она такая дурацкая чё такая маленькая целый спутник огромный построить для этого запустили он прилетел недавно и рядом с ним индийский внезапно спутник который называется очень просто марс орбитер мишен то есть mom у него есть не такое неофициальное название мангальян как-то кажется но вообще на индусе называют просто бум известен он тем что это самая дешевая самая быстрая миссия до марса то есть индусы во-первых построили самый дешевый спутник во вторых запустили его с первого раза не ни один спутник в мире ни одна страна в мире прошу прощения не попадала в марс первого раза но в основном что делали это в 60 это ничего с первого раза вообще не получалось от олимпусов как бы получилось вот ну и еще важная штука в космосе это конечно наши телескопы вот всем известный хаббл всем известная фотография столпов творения вот ну и телескопов на самом деле довольно много сумме по-моему если чего есть 19 телескопов сейчас в распоряжении человечества здесь представлены четыре это хаббл который с 90-го года снимает много чего по всяким интересным способом и кеплер специальные телескопы запущенные для поиска чужих планет экзопланет то есть планет как у других звезд еще какая-то научная фантастика и он находил безумное количество он уже закончил свою основную миссию опять же это из-за того что не сломался гироскопчик но там инженеры кое-что придумали что он продолжил искать эти планеты опять же российский спутник построены в химках радиоастрон заменить во первых свои огромные антенны 10-метровой во вторых тем что образует радиотелескоп размером 340 тысяч километров так как ну одно плечо телескопа находится на земле ну прям в колесе никто был увидели огромную тарелку такую вот при она и вот это радиоастрон который летает летает по электрической орбите на 340 тысяч почти до луны долетает эта штука позволяет очень с беспрецедентной точностью видеть черные дыры галактические интереснейшие штуки проблема разве в том что он не видит в виде красивых картинок как хаббл поэтому они мало кто знает потому что картинки с радиоастрона они даже не то что не презентабельные они вообще непонятные там какие-то пятна размыты и все это черная дыра и понимай как хочешь ну и довольно свежий телескоп гайя запущенный кстати союзом с французской гвианы европейский телескоп интересной формы который снимает трехмерную карту галактики вот такая у нее задача он должен составить трехмерную карту галактики со всеми звездами всеми координатами ну не знаю что в будущем может мы знали куда куда лететь и собственно здесь мы завершаем наконец нашу лекцию и в двух словах о том же чего нам стоит наконец ждать в ближайшем будущем прямо совсем скоро да опять же я говорю сейчас о космических аппаратах и пока без людей буквально на днях если шва из 14 марта стартует с байконура марс экспресс американский спутник на марс останется 6 аппаратов который скинет даже небольшой посадочный экспериментальный модуль который проработал два дня в июле этого года юпитер наконец прилетит аппарат джуна представлен топились на картинке и у юпитера снова будет свой спутник когда-то был галилео давным-давно но он уже давно утонул юпитере вот ну конечно все ждут шестнадцатом году запуска ракет носительный falcon хэви эта штука да ну я как говорил дельта хэви который сейчас есть 28 тонн выводит falcon хэви должен будет выводить 53 и более того должен был делать это за какие-то фактически бесплатные деньги очень дешево и очень круто все это с нетерпением ждут уже в полете в этом году находится америка японский космический аппарат хоебуса 2 то есть на и японцы слетали на астероид забрали много пыли вернулись у них прошло не очень гладко они захотели второй раз они поставили вторую зону на второй астероид и в двадцатом году он если не ошибаюсь должен будет вернуться с результатами то есть нужно так как на картинке показано грубо говоря присосаться к астероиду понакачать оттуда немного камешков и вернуться назад опять же восемнадцатом двадцатом году будет запуск планируется запуск точнее телескопа джеймс веб эта штучка он как хаббл только гораздо больше то есть ну хаббл 24 метра до джеймс веб шесть с половиной метров это зеркало он просто очень-очень-очень большой телескоп вот но продавил планируют запустить уже последние лет 10 он уже почти обогнал ангару по срокам переносит 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 стоит безумных денег но он очень классный в двадцатом году полетит еще один американский марсоход ну как юристе все знают частом катается придет 2 почти такой же ну еще где-то в это же время еще один американский зонт ну в общем за двадцатым годом там много чего происходит ракета справа американская ракета sls сверхтяжелая ракета которая здесь демонстрирует вообще в сумме программу наса по тому чтобы надо найти астероид подлететь к нему схватить его вернуть на луну высадить на него астронавтов и вот делать что-то такое то есть на марс мы не летим что не стоит ждать в ближайшем будущем не стоит ждать будущий полет на марс марс никто не летит на луну тоже никто не летит вот но американцы пытаются полететь на астероид при помощи огромной безумной ракеты то есть она сейчас кажется безумно дорогой сложной но по техническим параметрам она фактически будет повторять saturn 5 со своей там 130 150 тонн на низкую орбиту вот ну отечественная космонавтика тоже не дремлет мы все еще верим что где-нибудь году восемнадцатом девятнадцатом двадцатом на луну должна пролететь станция луна 25 первая отечественная лунная посадочная станция с времен далеких очень вот ну опять же много раз переносилась но вроде как есть шансы что когда с одного года она полетит на центральном представлен тоже очень интересный космический аппарат атомный так сказать ну не крейсер да это космический аппарат с ядерным реактором и с электроракетными двигателями которые работают за счет этого реактора что это значит это огромный огромный атомный буксир штука которая сможет таскать много большие грузы на большие расстояния то есть сейчас но мы не можем послать на марс 20 тонн мы должны собрать какую-то безумную конструкцию с 1000 ракет отправить 20 тонн вот такая штука на атомном двигателе грубо говоря она позволит делать очень многое но ее сейчас нет опять же делается она только пока есть на бумаге но делается в россии то есть американцы такую штуку хотели делать но в итоге немного отказались переделали в итоге все ушло атомные двигатели для космоса делают только у нас опять же первый запуск был 2018 год запланирован очевидно что его не будет но может быть будет двадцатому хотя бы маленький реакторик и еще вот нижний слайд самый непонятный нижний картинка самый непонятный говорит о том что сейчас активно стоит ждать появления как раз низкоорбитальных спутников связи предоставляющих связь для каждого спутниковая связь телефона интернет высокоскоростной интернет по спутнику не при помощи гигантских тарелок или там целых вагонов с оборудованием а при помощи простых смартфонов в этом направлении работают несколько фирм американских том числе одна российская интересный тоже new space стартап под названием елени которые уверены что в двадцатому году обеспечат скоростной интернет на всей планете всем желающим там за какие-то там 10 баксов покупаете маленькую антенку который размером с ваш телефон пойдете в карман и у вас всегда есть собой интернет вот ну и последнее что можно сказать о том что малый космический аппарат и в целом вообще они как каждым годом все говорят что малый космический аппарат развиваются не развиваются все еще продолжать развиваться например американцы хотят послать на формате кубсат они все маленькие бочечка это вот опять же вот такого где-то размера несколько килограммов аппарат с огромным солнечным парусом на орбиту луны чтобы во-первых испытать солнечный парус как способ перемещения во вторых подсвечивать этим солнечным парусом луну чтобы другие аппараты которые летают на луне могли в темное время в лунную ночь что-то получше рассмотреть грубо говоря идея довольно безумная но американцы собираются сделать при помощи такого маленького аппарата ну и опять же здесь можно увидеть маленькую бочечку отечественный спутник маяк который сейчас может кто слышал собирает деньги правда на бум стартере на запуск это исключительно проект любительский волонтерский с огромной раздвижной опять же блестящей штука это не парус это именно зеркальце чтобы давать блики чтобы блестела на земле потому что красиво и для того чтобы при достаточной обкатке этой технологии подобной штуки можно запускать сотнями тысячами для очистки орбиты банально то есть маленький мусор попадая в эту штуку будет тормозиться и быстрее сгорать и быстрее очищаться орбиты как то так в общем то это все что я хотел сказать прошу прощения за то что немного все таки задержался вот отдельное спасибо вам кинотеатру кинематограф и представленным здесь сайтом и за то что позволит делать этот доклад вопросы да александр совершенно верно хороший вопрос да ну если вернусь даже сюда вот этот тот самый джеймс шестиметровое зеркало и вот это экран для загораживания солнца размером ну американцы говорят теннисный корт у них так принято в метрах я к сожалению не знаю сколько это это огромная штука которая выводится на ракете то есть ну он не влезет не под один обтекатель поэтому он хитро 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 образом складывается вот она и это складывание это крупногабаритных конструкций это отдельная школа да опять же вот представлены здесь это атомоход вот в собранном виде он вот такой а потом должен раздвигаться раскладываться в такую безумную конструкцию это все сложно но возможно вот то есть мкс тоже все видели эти огромные солнечные батареи они же не так запускались прям в сложном виде вот но опять же да вибрационные нагрузки любого космического оборудования они очень большие даже не потому не столько поскольку трясет когда ракета летит не столько во время отстыковки ступеней происходят там удары например да а банальный звук издаваем реактивным двигателем на старте такой что ну человек не может выжать просто слушай этот звук поскольку он настолько мощное акустическое давление что даже механика некоторые не может выдержать поэтому александр я хочу ответить что это очень сложно но можно там это игру это отдельная наука целая по прикручиванию хитрому еще вопросом как все понятно объяснил вопросами надо спросил зеленоградское деление ркц прогресс занимается оборудованием для съемки для самарских ну ркц прогресс это большая российская корпорация корпорация фирма расположенная в самаре она делает ракеты союз и некоторые космические корабли в том числе не станционного зонирования земли в том числе и ресурс п и некоторые другие и зеленоградское отделение но делает именно съемочную аппаратуру именно камеры для вот этих самых аппаратов а из два ресурс п ну и там много по мелочи для отечественного оборудования его официальная миссия закончена сейчас начата миссия так называемая k2 в чем дело у кеплера сломался один маховик двигатель который собственно обеспечивает точную ориентацию дископа нужно точно смотреть куда-то он не может болтаться а у кеплера сломался один он теперь не может достаточно точно позиционироваться но немного поразмыслив и проявив инженерный гений в качестве действующей силы в одной из плоскостей было использовано давление солнечного света то есть аппарат по двум плоскостям ориентируется при помощи маховиков а при помощи одного его солнышко грубо говоря светит ему в солнечную эту батарею этой стороны ну так повезло что именно в этой плоскости отказал маховик вот и благодаря этому давлению они как-то друг друга там компенсируют и позволяют достичь определенной точности она ниже чем нужная для ну изначально по паспорту грубо говоря но тем не менее определенные исследования и те же самые за планетом все еще находить как-то может при помощи этого я слышал что следующий телескоп позволит нам не просто их обнаруживают но и по спектру звезды по суммарному спектру это действительно так я к сожалению не помню точно название этого телескопа но он так такой готовится к запуску что-то такое но после того безумного успеха кеплера который нашел там сотни этих экзопланет естественно интерес был очень большой поскольку это целый область научного знания где копать и копать еще мы не скоро скорее всего конечно сможем посмотреть вплотную на эти планеты но изучать их можно довольно долго вот и определенный какой-то телескоп к этому действительно готовится это к сожалению все же мы возникли наш вопрос китай делают ну китае снимать небольшая особенность у них там все настолько у них ничего не тоже секретно у у них не очень ну да в основном вот эта проблема они как бы не то что стоят свои достижения они их не очень любят рассказывать у китайцами целый зоопарк ракет неплохих и более того в этом году у них по моему пуск первой тяжелой ракеты которая вот я сейчас не помню но они прям тяжелая как фокин хэви там десятки тонн но она такая угу-гу тяжеленькая вот у них освоение луны идет семимильными шагами то есть в лунной программе впереди всех китайцев они смогли на нее сесть и проехать там 20 метров на луноходе правда через 20 метров там он перестал ездить вот но хотя бы 20 метров они смогли вот они недавно запустили зонсов я рассказал и роб болтается болтается американский вокруг луны вот китайский недавно прилетел зон чан-е чан-е-5 по моему чан-е-3 это то что села очень и 5 если не ошибаюсь это то что прилетела к луне отстрелила спускаемую капсулу похожую на спускаемую капсулу пилотируемого аппарата но маленькую то есть вот как у союза только поменьше отстрелил ее назад на землю и сама и сама станция улетела дальше там вокруг луны и полетала там придала всем полетал вот зачем они это сделали чтобы проверить спускаемую капсулу возвращаем из луны мне это дело для того чтобы вернуть с луны грунт ну это делала советская там луна 16 там 17 так далее еще когда-то там в 60-х 70-х но с тех пор никто лунный грунт со времен 17 Аполлона никто не привозил китайцы собираются это сделать более того они хотят сесть на обратную сторону луны лучше на это как бы но они хотят сесть я имею ввиду робота пока пилотируемую программу пока никто вслух не говорит то есть на этой стороне как бы кто только не был у луны а вот на обратной будет китайцы 1 собственно и околоземная группировка у них растет с огромной скоростью то есть мы вот запустили свой ресурс п грубо говоря гражданский спутник метровым диапазоном они запустили свой там один мы когда мы запускаем 3 у них уже штук там 10 их если не 12 подобных у них и опять же своя навигационная система своя там системно-геостационарные там связи и так далее так далее так далее в общем китай он еще как еще вопрос существует ли какие-то вот их много вот на земле существуют ли какие-то другу говорят правила космического движения чтобы они там все не перешивали ну и в связи с этим вот второй вопрос как нибудь вообще регулируется ну в связи с частными компаниями то есть реально любой может попасть в космос ну так не есть платы нет но есть органы которые это регулируют международные то есть те которые должны дать разрешение те с которым должно быть это все согласовано вот это если вы хотите грубо говоря полететь в космос вы должны там заявить в нужном порядке рассказать вам скорее всего никто мешать не будет то есть там нет такого что сдавай экзамен знаешь как орбиты называются тогда полетишь если нет то не полетишь вот бремя северной кореи не останавливают все эти штуки они спокойно запускают спутники и ни у кого же решение не спрашивают то есть остановить спутник на орбите уже как бы никто не может ну конечно могут но это дорого и сложно вот а касательно правил движения ну нет таковых на низких орбитах неизвестно радостью геостационарная орбита которая вот 36 тысяч километров она очень классная настолько что она сейчас почти полностью занята то есть чтобы если вы хотите полететь на геостационар это очень сложно и очень дорого и очень долго нужно найти такую точку где еще свободно где еще не висит чей-то спутник они там ну не с прям этими батареями конечно трутся друг об друга вот но тем не менее уже на пределе и именно поэтому там есть специальное правило что как только спутник выходит из строя или у него выходит срок или что-то не так они оттуда уводятся то есть аварийные спутники их оттуда убирают чтобы они не засоряли на так называемую орбиту захоронения правда она находится еще дальше еще выше то есть грубо говоря ну упасть на землю оттуда очень сложно поскольку нужно сильно-сильно затормозить а если чуть-чуть разогнаться спутник отлетает дальше в такое облако орбиты захоронения и там спокойно себе помирает там действительно довольно много уже скопилось но там не никому не мешают там они могут летать врезаться друг в друга делать чего угодно мусора много точные данные я сейчас к сожалению опять не помню по аппаратам если не ошибаюсь 45 что ли тысяч ну то есть 1300 рабочих и допустим 5000 в целом то есть включая не работающие это по моему только аппаратов а если еще посчитать ступени не отработавшие и там кусочки прочее этого много ну большая часть космического мусора сейчас на самом деле образована двумя авариями в космосе первое наверно все помнят когда два спутника столкнулись это вообще удивительно было при том что один был не рабочий по 2 еще рабочий то есть вообще обидно вдвойне они столкнулись врезались разлетелись на тысячи маленьких болтиков и это сформировало огромную кучу мусора вот и второй когда китайцы показать что они классные они запустили спутник а потом сбили его ракетой ну потому что могут они его сбили показали какие-то крутые но это облако мусора от этого взрыва спутника и ракеты опять же вот вместе две эти катастрофы они примерно половина мусора то есть вероятность того что болтик попадет в иллюминатор разобьет и случится что-то плохое она мала но мкс за помощью ли не в месяц или но по крайней мере раз десять в год точно уворачивается от обломков мусора то есть мкс она уворачивается от не смысле что она вот так начинает нам батареем то что они делают небольшой маневр и постепенно отходят чтобы пролетел мимо них какой-то ошметок не там в ста километрах а в тысячи километров грубо говоря но хотя опять же не все объекты можем заметить и есть куски мусора которые прилетают от мкс ближе вам даже 50 километров что-то прилетало то есть по космическим меркам это вообще рядом 50 километров в принципе увидеть можно при том что в космосе никогда ничего не летит в одном направлении с одной скоростью то есть если вы что-то встретите это будет нестись на вас минимум со скоростью 1 космической и у вас будет такая же и суммарная скорость будет просто вдвойне космической и удар будет очень страшно вот уж мусора много но с ним вот борются да пытаются надувные какие-то шарики запускаешь его как-то снимать кто-то предлагает какие-то сети там еще в общем над этим активно работают но это не то чтобы было прям глобальной катастрофы пока еще вопросы про маяк подробнее ну если я не ошибаюсь то на если почитать описание на бум стартере это технологии используемые в этом спутнике при дальнейшем развитии могут открыть пыль таки к подобным технологиям которые помогут убирать мусор да я думаю может знаете лучше да прошу пошли это большая моя ошибка да именно так это было это чтобы не должна ловить космический мусор она просто должна выступать в виде тормоза для спутника чтобы он быстрее падал сгорал извините еще раз еще вопрос куда улетели новый горизонт нового горизонта я кстати совсем ничего не сказал про нового горизонта вот я дурак зачем же так я ничего не сказал про вояджеры которые улетели черти куда да и про новые горизонты то есть три аппарата покидает солнечную систему рабочих два вояджера запущены давно и новые горизонты запущены недавно ну пролетел плутон сфоткал сердечко это вроде как все видели сейчас он полетел к какому-то другому объекту за пределами орбиты плутона какому я сейчас точно не скажу если не ошибаюсь они помню даже до конца не определились какому поскольку он там немного чуть левее чуть правее может клюв там этих аппаратов за орбиты плутона много миллионов поэтому он может прилететь к любому вот у него топлива там не топлива у него что-то помни запасы энергии у него точно хватит на очень много вот сколько у него этот радиозатопный источник вот как-то так да все еще послевает он все еще сливает картинки сердечко по-прежнему будет сливать еще чуть ли не год целый новый новый но более подробно сердечко с этой стороны сердечко с той стороны к сожалению скорость ну радиосвязи с настолько далеким аппаратом она ничтожена поэтому эти картинки перекачиваются месяцами целыми и еще просто видимо все да ну значит мы завершаем всем еще раз спасибо за внимание